Сегодня у нас здесь с вами встреча, вводная и вводная лекция по направлению ламоней ахватичности в школе секта. Меня зовут Валька Годнова, я директор очного отделения. В секте здесь сегодня присутствуют наши тренера, идолок направления Михей, Миша Павлов и тренер направления Валя, Валентина Зос. Сегодня мы с вами обсудим, ответим на ваши вопросы, расскажем, что себя это направление примерно представляет. Я так немножко вклилась к ребятам в лекцию, я на самом деле не должна была выступать, но мне очень захотелось тоже внести свой вклад и рассказать о том, как задумка этого направления в принципе появилась. И начну немножко с себя, со своего опера, так как какие-то альтернативные направления в школе я стараюсь развивать, когда я вижу у них интерес, когда я вижу у них какую-то высокую цель и когда я вижу, что это направление может как-то помочь людям в своей практике, в своем развитии. Я с детства очень люблю воду, водные виды спорта, водные направления и все начиналось вообще там с глубокого детства, когда еще папа бросал монетки в бассейн и могла мне их достать. В общем, это какая-то такая очень глубокая страстная любовь, но как спортом каким-то водным я никогда не занималась. И когда у нас в 2014 году был Секта Кэмп, там участвовал Михей, и он давал помимо йога-лекций, йога-практик, информацию про направление фридайвинга. Я была на этих лекциях, я тогда услышала, да, вот, понял, именно этим я хочу заниматься. Вернувшись в Питер после лагеря я тут же нашла тренера, тут же пошла заниматься фридайвингом и в течение какого-то времени я тренировалась. Ну, это получается примерно год. И в Секта Кэмпе в этом году, в 2015 в Болгарии, мы уже запустили прям такое факультативное направление фридайвинг. У нас там был бассейн, Миша проводил тренировки, давал теоретическую часть, и мы почувствовали очень большой интерес к этому. То есть, по-моему, пришло много больше людей, чем мы вообще тут рассчитывали. У нас было, конечно, полное мясо на дорожках, но вроде бы все остались довольны. Вот, я даже пыталась немножко проассистировать в чем-то, в чем я вообще безумерно благодарна. Вот, и, соответственно, ну, назрела такая необходимость, мы поняли, что интерес к этому есть, и назрела необходимость сделать что-то с водой, какие-то, какие, извиняясь от практики. Мы придумали направление плавания к аутичности. То есть, у Миши давно назрела такая идея, и здесь у нас сошлись интересы, и мы решили сделать такой совместный проект. Надо сказать, что первый набор у нас прошел молниеносно, а второго не было. Потому что первый стал второй. Все перешли в стопроцентно. Но в этот раз у нас есть возможность пригласить, собственно, вас, пригласить новеньких людей, так как мы решили сделать больше дорожек в аренду. Вообще, тренировки в бассейне, будь то это плавание, будь то это акваэробика или фридайверинг, вообще любую дисциплину в бассейне, они очень дополняют, очень гармонично сочетаются с нагрузками школы-сеток, с какими-то аэробными нагрузками, вообще с любыми типами нагрузок. А так как мы всегда за разнообразие процесса, за то, чтобы каждый нашел для себя что-то свое, что-то интересное, познакомился с чем-то новым, сочетал гармонично разные типы нагрузок, мы ввели это направление и очень надеемся, что оно будет расти, что, ну, вообще у нас очень грандиозный план на него на самом деле. Вот, и я очень рада быть у вас всех здесь, очень рада, что вы начинаете с нами этот путь, и хочу передать дальше слово нашему тренировку. Спасибо. Мы сейчас тоже прямо с тренировки приехали все втроем, мы тоже продолжаем учиться, и наши более старшие мастеров и товарищи, сейчас мы в российской академии физкультуры сходят как раз в бассейн, приехали. Проходили немножечко, тоже улучшали наши знания, но выпуск приобретали. Вкратце, что я хотел бы рассказать вам о том, что вам было бы интересно. Я фридайвер, это, соответственно, то, чем я занимаюсь, это фридайвер, как и мерярия на глубины, на задержки дыхания. Они используют фланговые оборудования, на задержки дыхания существует несколько дисциплин, в этом эпидемии спорта, сейчас достаточно активный, динамически развивающийся во всем мире. Существует несколько дисциплин в нем, и какая-то глубина, плавные длины на задержки дыхания, статические задержки дыхания, когда просто кто дольше дыхания задержит, соревнования подходит, и так далее, и так далее. Я сейчас не буду на этом останавливаться отдельно, особенно долго. А для меня, я тоже буду идти через свой опыт о том, что для меня, я сам бывший спортсмен, и мне интересен фридайвер не как от спорта, и мы здесь в секции, и в нашем совместном проекте даем это не как спортивную дисциплину, но мы это даем как определенный вид дополнительно альтернативной нагрузки, то, как это позиционирует сектор и правильно это делает. С моей стороны, я же приношу в эти тренировки техники по плавной задержке дыхания в бассейне, которые для чего? Для того, чтобы люди начинали постепенно приходить в какой-то определенный баланс, если так можно сказать, там, ну, в целом гармонии нет, в определенный баланс самим и с собой. Мы все жители мегаполиса, мы все испытываем достаточно мощный, постоянный, информационный, временной, ресурсный, стресс и так далее, и так далее. Он накапливается, мы к нему адаптивуемся, мы его не замечаем, это значит, что его нет. И когда мы оказываемся на дорожке, и когда мы начинаем управлять определенные упражнения, мы начинаем видеть разницу в состоянии до и после. До того, как мы пришли в бассейн, и после, пока мы вышли. Потому что даже если вы просто придете в бассейн, и сюда, когда мы поплаваете, вы увидите это разницу, вы будете по-другому себя ощущать. Но наши тренировки направлены именно на то, чтобы люди постепенно... Вы знаете, вот говоря таким языком, например, психологии, можно описать в преданниках классическую психотехнику, в которой мы используем какой-то вид физической активности, которые влияют напрямую на наше сознание. Как вариант примера подобной физической активности, мы можем привести, например, что? Йога. Совершенно верно. Йога. Это подобная психотехника, которая также работает через различные типы физических нагрузок, статические, динамические, статико-динамические, комбинация дыхания, медленно дыхания и так далее, которые влияют напрямую на наше сознание. Вот фридаринг, в том виде, который я его вижу, который я его приношу в проект, это именно классическое такое понимание психотехники, когда мы приходим в бассейн в одном состоянии, а мы ходим из него в другом состоянии. И что, собственно, происходит между? Это такая наша маленькая магия, которой мы с вами делимся. Это наши методики, это наша тренировочная программа. Начинаем мы эту всю историю, конечно же, с плавания, обучению плавания. И об этом сейчас расскажет Валя, а я расскажу о своей части в конце. Уже непосредственно о мерянии и задержке механики. Всем привет. Очень приятно съездить видеть. А у меня вопрос. Все, кто пришли, это все будут у нас плавать? Все вот в этом потоке? Поднимите руки, кто с этого потока, который записан. Ну, кто удастся. Ну, кто удастся. Ну, кто за часа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Ну, почти все. Хорошо. Меня зовут Валя. Я занимаюсь спортом с детства. С детства знакома с водой. Я очень сильно ее люблю. Хочу вас всех с ней познакомить, подружить. Хочу рассказать, чем мы будем заниматься. У нас есть разделение на тренировках на три группы. Группа А, Б, С. Группа А и Б. Группа А – это группа новичков, тех людей, которые еще не очень умеют плавать. Мы будем с ними знакомиться с водой, учиться правильно дышать, плавать, расслабляться в воде. Группа А, Б, ну, на группу мы поделимся уже непосредственно на тренировках. Группа А, Б – это группа уже умеющих плавать. Мы под оттачиваем технику плавания уже и тренируем технику мэриана. И группа А, Б, С – это непосредственно уже плавающие люди, те, которые учатся нырять, снимаются в воде. Наша основная задача будет научиться расслабляться, дышать, не дружить с водой. Вот. Ну, и, в принципе, все. Ну, то есть, продолжая Валя, могу сказать следующим образом. Вот это разделение на Бай, С – это, скажем так, движение не от простого к сложному, как может показаться с первого взгляда. Хотя это, безусловно, присутствует. Да, это движение, скажем так, от понятного вам, да, то есть, вот, вы пришли, вы говорите, вот, у нас на прошлой покойке была генеральная ситуация, мы приходим-таки спрашиваем, ну, какой у вас опыт в плавании? То есть, такие, ну, да, мы плаваем. Такие, мы выходим на бортик, люди выходят с бортика на дорожку, и мы понимаем, что у нас не то, что группы, там, С, у нас группы, Б, нет. То есть, у нас такая одна огромная классная группа А. И мы начинаем с ней работать, потому что для нас, таких профессиональных спортсменов, мы видим, что это группа, ну, не вы, а они, это группа А. Ну, вот, и мы начинаем тихонько работать, и сейчас уже в группе Б мы стоили два человека. И мы, я этим очень горжусь, потому что вода выпустила за два месяца двадцать человек в группу Б. И это здорово. И это ваш предел, это ваша нагрузка, это ваше ощущение воды. И первое, что вам действительно проводится, мы очень любили взаимодействовать с водой. То есть, если вам кажется, что вы умеете плавать, то я вам могу, ну, с восемьдесят процентов вероятностью сказать, что большинство из вас сейчас выживает в воде, в попытке не утонуть. И если у вас будет возможность вылезти, вы очень быстро из них вылезете. Потому что если, как бы, вы не захотите в ней быть дольше, чем вам комфортно, да? И наша задача вас с ней подружить, и подружить не в том смысле, что, ой, как здорово, я люблю купаться, а в том, что вы не спасаетесь, находя в воде себя, а вы находитесь во взаимодействии, вам классно в этом взаимодействии, вы хотите приходить на бассейн снова, снова и снова. Как людям приходить туда. Мы испытываем удовольствие от процесса плавания, скольжения, от различных дыхательных нагрузок, гимнастики и так далее, и так далее. То есть, это первый основной момент. Второй важный момент – это акватичность. Это ощущение своего тела в воде, положение своего тела в воде, как тело движется, как вы ощущаете. Это очень большая такая объемная, на самом деле, такой пласт материала, который в нем очень много внутри находится. Это действительно очень важно, очень полезно, и как раз с точки зрения физических нагрузок. Различных альтернативных физических нагрузок, которые вы можете приобрести в воде. Третий момент – это действительно некое расслабление, некий внутренний баланс, который приходит к вам во время выполнения определенных методик, которые мы вам даем. Которые чем-то будут отдаленно напоминать техники йоги, пранаямы, например. Чем-то отдаленно будут напоминать какие-то элементы из фридайвинга. Я сразу уточню, мы не учим фридайвингу, потому что мы не считаем пока это возможным и актуальным для нас. Но мы подготавливаем отчасти людей к этому спорту. Если кому-то там станет это интересно, да, мы можем продолжать мостик и дальше. Но сейчас наша основная задача – это как бы вот задружиться с водой, научиться плавать, научиться нырять на задержке дыхания и посмотреть, как вы работаете с вашим сознанием во время, до тренировки, что происходит и как вы уходите с ним после. Вот это основной момент. У нас тренировка разделена на две части. Первая – это разминка, она идет 15-20 минут. Она такая достаточно динамически активная, там много всех отдыхательных историй происходит. Вы работаете с легкими, вы работаете с сердцем, вы работаете с различными группами мышц-связок, которые используются в плавании. Затем, как он на бортик, мы уже как бы заходим до 45 минут плавок, достаточно интенсивно. И после этого, короткий разговор полетов, буквально 5-10 минут на бортике вы расходите. Из оборудования, которое вам необходимо иметь обязательно с собой, это первая шапочка очки. Те, кто планирует вообще попасть когда-нибудь в группу B, я очень надеюсь, что многие из вас попадут. Это специальная маска под названием «Атмосфера». В чате, который в вас добавит юлеру, обязательно я скину ссылку, где эту маску купить, потому что нос у него будет обязательно закрытым. Закрытый купальник, ему удобнее тренироваться. Короткий ласт с закрытой пяткой, любые какие вы купите. Дощечка, которая до котлана стоит 300 рублей. И кубышка, которая зажимается между ног, у кого стоит еще дешевле до котлана. Вот это в принципе все, что вам нужно иметь из оборудования. Самая дорогая часть из этого – это маска. Если вы не собираетесь сверять и плавать на задержке дыхания, она вам не нужна. Соответственно, из оборудования, наверное, все. Можно этот список? А он будет обязательно в части. У меня ссылки есть. У меня там ссылки на сайт гиггнозина, где вы можете посмотреть. В интернет-магазине она стоит денег, но она классная, поверьте. Лучшей маски у нас в жизни не было и любует. Поэтому это одна из лучших масок с прекрасным обзором. Она специально заточена по плавной задержке дыхания. Она стоит 2 300-2 400. А вы не на первую зайти? Нет, нет, нет. Можно на первую зайти в очках. Ничего страшного. Я говорю, это для тех, кто уже там думает о том, что, может быть, он захочет попробовать что-то полететь. Вот. А перед ним нужна ледка и нужна ферма? Да. Кроме маски. Ну, если, ну, желательно, очень желательно. То есть не будет очень страшно, но просто смотря как ты плаваешь. Ну, желательно, потому что, как будто не плавалось, даже я иногда беру. А, ну. Да-да-да. Сейчас мы активно, да, сейчас мы активно разрабатываем методики, в отличку, потому что опыт первого и второго потока говорит о том, что необходим некий методический материал для вас, как бы, для вашего самостоятельного чтения, самостоятельного изучения материала. И она будет именно на вашем потоке, обязательно будет. Сейчас уже основа ее есть, она просто немножко редактируется. В нее также будут входить элементы, которые привносят секта в этот проект. Это вот связано с питанием. Ну, в общем-то, в этом слове. Ну, да, то есть, кто знаком с системой секта, вы знаете наверняка, что там существует несколько составляющих. Да, это тренировочный процесс, это программа питания, рекомендации по питанию, и некая психологическая работа внутренняя, которая происходит у учеников под руководством кураторов. Простите. Вот. И, собственно, чтобы разнообразить наш процесс обучения на этом направлении, мы тоже хотели бы сделать такую синергию, да, из направления плавания и акватичности, каких-то полезных, так скажем, общих вещей, которые дает программа секты. И мы хотим включить в эту методичку общие рекомендации, да, по правильному питанию, по питанию, которое помогает адекватно подготовить тело к нагрузкам, поэтому плавание, тем не менее, тоже нагрузка, да, как бы мы это не воспринимали, как удовольствие не приводили к этому, да, то есть это такой альтернативный тип нагрузки. Вот. И восстановление после. И восстановление после, да, это очень важно именно в плавании и в фридайвинге. Восстановиться после. Обязательно. Вот. И, соответственно, конечно же, в этой программе будут какие-то тонкости, какие-то моменты, которые характерны именно для плавания и фридайвинга, потому что эти моменты есть, в процессе вы о них узнаете, там, в том числе, как и когда пытаться до тренировки, чем восстановиться после тренировки, как, в принципе, сохранять и соблюдать какой-то режим питания, да, то есть это все, естественно, будет носить характер рекомендаций, никто не будет над вами стоять с указкой и говорить, что он есть и что он есть. В основном это для себя определительные последствия. И я думаю, что мы придем к тому, что у нас будет в том числе какая-то теоретическая часть, да? Да, мы планируем теоретическую часть, мы объединим все потоки сейчас в один, чтобы сразу, там, как бы, из пушки по врагам не стрелять, чтобы у нас собиралось какое-то количество людей. Мы будем делать такие открытые циклы лекции, как раз посвященные, мы с вами разделим тематику, что там, она будет больше рассказывать именно теорию плавния, там не так много, но там есть о чем рассказать, там достаточно интересный, сериал уже накопленный, много плавния, старый, древний вид спорта. Я буду рассказывать о фридайвинге и почему фридайвинг, откуда фридайвинг, какой он, какие там результаты, какая его история, какие интересные научные открытия люди сделали, начав исследовать этот вид спорта, потому что человечество очень много узнало о себе, после того, как ставило ставить эксперименты на нас ныряющих, ну вот, и очень многие вещи, о которых люди не знали, стали известны буквально в середине того прошлого века, на нашем оголеве. Как он реагирует на давление, на глубину, на задержки лекаря и т.д. Будет действительно уникальное, есть о чем рассказать и делиться. Если у вас какая-то обратная связь, с чем они пришли, нам было бы интересно это услышать. Буквально есть пару слов, кто-то скажет, там каждый из вас. Мы бы получили больше информации перед началом тренировок, которые начнутся в следующую среду. Какие у вас ожидания, какие у вас цели, почему вы решили прийти, и чего бы вы хотели достичь? Любые вопросы ко мне, к ребятам? Выезды куда-нибудь? Хороший вопрос, мы как раз о нем говорили, когда ехали сюда. Да, ближайший выезд будет в июне. Мы планируем проводить глубинары, так называемые, это выезды на глубину. Классическое место проведения глубинаров был всегда Дахаб для нас, это Меха фридайвинга, это Египет, Сунайм, но, к сожалению, вы все знаете, что происходит сейчас там, и мы вынуждены закрыть это управление. И это будет Греция. Мы будем стоять в Греции в июне, и те люди, которые проявят интерес, желание, какие-то результаты, мы делали совместный выезд с Евгением Бутовым, это доктор нашей сборной России, и вообще гениальный вообще человек, предприниматель, очень известный фридайвер. Мы делаем совместный выезд. Глубинары будут обязательно, будут разные, мы будем придумывать разные места, куда нужно поехать, в сочетании и бассейна, и глубины, чтобы новичкам нужно было позаниматься в бассейне, а те, кто уже имеет амбиции и интерес к глубине, это отдельный раздел, это отдельная планета, это глубина, это ближайшая Греция июля. Спасибо. Если вы не посудите с Грецией. Если вы с Грецией заевать не начнете. Давайте еще обратную связь. Дайте, пожалуйста. Марковь, здорово. У меня одну страховую. Это здорово. С этим работаем. Ты наш клиент. Ну какой страх? Ну как плывешь на отдыхе, все там, отдыхаешь, и тут была цель, не плавание, а выживание. Просто начало, и думаешь, сейчас, сейчас, я успеваю, успеваю, я не думаю, что внизу, ничего не думаю, потом уже. Эти все моменты мы будем проводить. Ну вот, да, как раз таки освоим поверхность, для того, чтобы комфортно у него ходить. Вот, в принципе, это очень важно. Вот, 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 нажали. А если даже по булькам играть? Ну, там, и это продолжение. Поэтому мы в списке оборотов у него указываем, что у тебя бульок всегда с собой. Почему ты тогда выходил с бульком? У нас группа как по плавкам, я не знаю. Группа по плавкам, не знаю. Это не сленг, а не знаю. Тут они по плавке. А ты записалась к нам? Нет, я еще не записалась. У тебя есть такая чашка? Я вот так созреваю. Хорошо. Ну, я, Саша, ну, неплохо плавал, как мне кажется. Но, при этом, я думаю, что очень неэффективно, когда это происходит. Планы кроли, например, и... Почему? Потому что время будет всегда есть. Ну, это наша работа профессиональная. Мы как раз правильную технику. Причем у нас очень интересная история. Мы немножечко отходим от классического обучения. Ты меня поддерживаешь, да? Вау. Мы немножко комбинируем. У нас такая симбиоз в ледайминге с плаванием. Она уже такая расслабленная. Более скользящая. На экономию сил. На большее, там, на удовольствие. На правильность движения. На ощущение тела в воде. То есть у нас же нет задачи продлить 50 метров, там, до 42 секунды. Ну, нет. Не у коров, правильно? Угу. Ну, нет, нет. Ни у кого из них сидящих, наверное, нет такой цели. Но есть цель, ну, как бы, получить новый опыт. И получить какие-то классные ощущения, да? От пребывания в воде. И какая-то, о, как было здорово. Я хочу ещё этим заняться. Ещё, ещё, ещё. А ещё можно ещё нырнуть, оказывается. А ещё можно нырнуть, ещё куда-то дырнуть. Вот. То есть, соответственно, да. Это не будет совсем 100% классической тренировкой по плаванию. Да? Как можно себе представить. Но техника, безусловно, лечит. То есть, да, мы будем учиться повышать свой КПД в воде, и затратить минимум усилий на максимуме эффекта. Мы уже, имея такой опыт, сегодня учились этому. Это прям сегодняшняя цель семинара. Это была, как бы, адаптивность к воде. Ну, куда уж нам больше адаптироваться. Оказывается, можно. За два грибка проплодить бассейн. За два грибка проплодить бассейн. Ну, конечно. Я не умею плавать. И вот у меня как раз, мне кажется, что я боюсь её эту воду. Очень хочется научиться её бояться и любить. Потому что, конечно, мои родственники считают, что я могу доплыть до грибка. Но я не могу. Потому что я просто боюсь и хочу вот этот вот страх перебороть. Психологический момент. Спасибо, да, за комментарий. Психологический момент – это очень важная составляющая часть травмы и фридайвинга. И работа в нём происходит в двух режимах. Первый режим – это автоматический или полуавтоматический. Когда повышая наше время нахождения в воде и улучшая технику нахождения в воде, мы решаем наши психологические проблемы, связанные со страхом воды, я вам могу сказать, что страх воды на 90%, как человек, имеющий некоторое психологическое образование, и работающий с психологами на разных проектах, я могу сказать, что страх воды на 90% не является страхом воды. Вы боитесь не воду, вы боитесь не того, что под водой, вы не боитесь утонуть, вы боитесь совершенно других вещей. Вода является провокатором определённых состояний, определённых эмоций, чувств, страхов, которые всплывают во время нахождения в ней, что вы оказываетесь в инородной среде для вас. И поэтому второй момент, который не является автоматически, но является механически, является психологическая работа на бортике, или такая тренировка с вами, чтобы вас настроить немножечко и понять, чего вы действительно на самом деле боитесь. Потому что когда мы начинаем разбирать эту ситуацию, показывать, что вы боитесь не воды, и не то, что по ней не знаете, что там плывёт от вами, вы боитесь плавать ночью. Нет. Поверь мне, ты полюбишь плавать ночью, пусть разгребёшься. А можно ещё вопрос? А с детьми вы работаете? В смысле, у меня вот сын 13,5 лет. 13 лет нормально. Нормально, потому что вот он обожает воду, и он так как рыба, как мне кажется. То есть можно, я могу его записать? Относительно психологической работы, я могу сказать, что у меня вот в моей практике был один уникальный случай, которым я честно горжусь. К нам приехала девочка на курс, ещё тогда мы на хабе работали, нам приехала девочка на курс, которую топили. Топили её, её пытали. Её топили несколько дней. Шло. И она выжила, как бы всё там, и эта история там, она прожила. Она теряла сознание от звука воды. То есть можно было открыть кран для души, а когда её сознание разблокировало, у неё был очень жёсткий страз. В конце нашего семинара она сделала статику на 40 секунд, и нырнула на 4 метра. То есть она смогла зайти в воду, опустить в воду лицо, что было вообще для неё немыслимо в принципе, такая история. Надо надо психологически сделать. Мы работали основное время на берегу. На берегу. Поэтому вот такие вещи можно сделать. Так что я думаю, что ваши страхи по сравнению с этими страхами, поверьте мне, совсем лёгкие и понятные. Ещё кто-нибудь скажут? Ну а вот я, наверное, боюсь дна. Потому что я... Да. Я когда была вот с маской, ну с тропкой, ты вижу дно, я твой волк. Как только я этого не вижу, всё становится моментально. Поэтому я себя одно маху шерплю, и здесь это как-то не умеешь лавку. Ну так вот, не умею. Это контроль. Ты теряешь контроль, ты теряешь как-то самообладание. Для того, чтобы ты могла сосватиться за этот дом. Это контроль. Ты ситуацию не контролируешь, ты её теряешь. Это опять же работает. Понимаешь, да? Ну, можно идти от чего? То есть можно разбирать твою ситуацию с точки зрения психолога. В позиции работают, например, с психологом или с психотерапевтом. Можно ходить на тренировки. Как мы идём. Да? И тихонечко, тихонечко нарабатывая определённый опыт на уровне тела, на уровне соматических, да? Движения там, моторики мышц, ощущения себя в воде. Эту проблему решать уже в жизни, грубо говоря. Понимаешь, да? То есть этот навык, он зеркальный. Ты можешь оттуда пойти, ну, как бы, от сознания, а можешь пойти от тела. Это вообще абсолютно равносильные две истории. Ну, собственно, и то, что я говорил, он говорит о том, что выдавим как психотерапевт. Мы просто понимаем причину того, что происходит. Ты же не анализируешь почему-нибудь. Одно ушло. Ты же не понимаешь ничего. Да? А мы тебя таскаем. Я хожу в бассейн. Мне всегда казалось, что я умею. Я хочу выбраться на полосе. Но у меня, в смысле, в видео, как надо хотя бы логи делать, правильно? И когда я захожу в город, ты понимаешь, что я не понимаю. Я не в ту сторону делаю или не в ту сторону. То есть я понимаю, что мне нужно, чтобы не кто-то со стороны вообще сказал, что у меня с руками и ногами... Брасл – это обязательно тячка, которую Валю как раз очень приятно. Нашу специализироваться. Кроль у меня нормально получается. Я даже не знаю. Потому что я не понимаю, когда надо воздух запирать, когда нужно через открытые промежутки, нужно окунать. Скажите, какие задачи, с чем вы пришли? С чего вы хотите научиться на выходе? Ну, вот я как раз, если честно, хочу, чтобы мне проложили ту самую дорожку именно во фридайвинг. Вот. Ну, я плаваю. Меня засунули в воду где-то в 2 или в 3 года в Крыму. Вот. И с тех пор мне очень нравилось плавать. Потом я плавал в университете за факультет. Ну, то есть без каких-то призовых мест, но в какую-то общую группу я укладывался обычно. То есть тебе интересно учиться? Да, мне интересно учиться этому. Конечно, при этом я понимаю, что у меня, конечно же, куча огрехов в технике, потому что именно в клаудельной секции я никогда не занимался. Вот. Ну и плюс, там, к этому из общего, там, я прошел курс секты. Вот. И для меня это тоже как такая альтернативная нагрузка. Очень хочется ее попробовать. Угу. Я могу сказать, что вот в среднем, ну, не знаю, точно будет такой интересный факт, но в среднем вот ребята за глубинар, то есть есть задача похудеть резко, потом по-моему, все это не берется обратно. Но в следующее время ребята за глубинар теряют от 3 до 6 кг на браках. И это происходит абсолютно естественно в этом вообще. Потому что это не защита, это адаптивная реакция организма на диспоксию. Просто человек, организм начинает жиры сжигать. Это первое, что нужно расщепить. Для того... Смотрите, водочки были после кубинара. Простите, а после семинаров, это что такое? Это семинары по реальному кубинару. Которые длятся там, которые ты не делаешь? Ну, они там от недели, но недели. А, угу. Угу. Но кубинары только вы есть, правильно? Вы здесь уже? Ну, а здесь нет. Самое ближайшее место, где здесь можно помять, это Крым. Ну, там специфические условия, но мы можем. Оптимальным местом был Дахар. Сейчас это Греция. Ну, вот. Я буквально в октябрировал. Я пришла, потому что я вообще не понимаю, что значит слово «враз» и «кровь». Вот. Я вообще не понимаю. Я не умею плавать совсем, не могу три секунды подъезжать на спине и все. Потому что я была маленькая, уже три, я чуть не утонула. Причем родители не видели, что я тонула. А я их совершенно не увидела. И, в общем-то, с тех пор максимум я могу зайти вот так, подъезжать на спине и лице. И я пришла, чтобы не бояться. Я вообще близко, я медитилую. И я знаю, что это какая-то вот, ну, вещь, которую надо подработать и дальше идти. И я очень доверяю тому, что все это делают. И понимаю, что, ну, вы нам очень за это неправильно. Спасибо большое за доверие. Вообще, очень многих у нас страх воды идет еще с перинатальной стали, я могу сказать. И очень многие получают первые травмы связанные с водой именно в момент родов. Первая гипоксия жесткая, человек получает болезнь от родов. А следующая, он получает ожог легких. Он делает первый взог. Ты говоришь, а основной массы людей, это не все что-то? Ну, роды более простые, как я понимаю, но как бы более сложные. Ну, кто-то с гипоксией рождается, а кто-то с меньшей гипоксией. Я просто говорю, я не знаю. Я не знаю, я говорю о том, что очень многие страхи закладываются аж там. Но, и одновременно я могу сказать о том, что нахождение плода в члеве матери, это отчасти очень интересный опыт, и фридайлинг нас возвращает к нему. Потому что мы находимся в невесомости, мы находимся на условной комфортной задержке дыхания, мы находимся в полной сенсорной депривации, ни звуков, ни света, ни ощущений, если мы в гидрокостюме. То есть мы полностью направлены в наше сознание, оно состоит только сознание. И очень часто те переживания, которые мы испытываем в момент нырков, особенно глубоких нырков, очень часто можно услышать от перед нами такое мнение, что это было ощущение, что ты находишься в члеве матери. То есть какие-то такие ассоциации, какие-то воспоминания очень часто проходят, очень часто у меня, например, на разврате это идет, когда я поднимаюсь наверх и вижу свет наверху, еще там, там вот наверху, а я иду вдоль веревки, по тросу поднимаюсь, там глубины вверх. И вот это ощущение движения к свету, движения вдоль какой-то линии определенной, а потом что происходит? Потом я делаю вдох. Это тоже очень напоминает, очень часто, потому что, наверное, так я первый раз в жизни их находился, когда сделал свой первый вдох. Ну то есть есть такие вещи, это тоже очень психологизированная такая тема, с которой тоже можно работать, и она достаточно интересна, но это уже немножко дальше, ребят, чем то, чем мы сейчас заявляем. Я уже чуть-чуть перепрыгну сейчас. Давайте лучше нас послушаем. А можно, доктор, скажите, пожалуйста, а вот, я послушаю, если вы это говорите, я вам немножко показала. Две группы, в каком принципу они будут? А, три даже группы. Есть группа по времени и есть по сложности. По сложности вы разделяетесь на занятия. А, по сложности на занятия. А можно тогда еще чуть поподробнее на занятия? Да. Мы знаем, что такая путаница возникла. Нет, ребят, идут два одинаковых потока абсолютно. А внутри потока у нас градация на А и В. Сэшек нет сейчас пока, они не предвидятся. Поэтому у нас А и В есть. А как они будут разделяться? Это мы будем делать. Это будут тренировки делать. Причем это происходит очень индивидуально. Ты сейчас одну тренировку можешь быть А, вторую тренировку Б, а потом опять А. Это вот как вот нам с Валей вот мы решим. Это очень такая, просто если мы видим, что нам нужно работать над этим, над этим, если Валя говорит, Мир, надо там подуспокоить коллегу немножечко. Вот. Они идут ко мне и мы... Но при этом независимо там какую группу подачи алимов взрывается три раза в неделю в свое время. Да, да. А можно такой полоорганизаторский вопрос? А если, например, я записала свою вторую группу, не могу вторую технику, в неделю в следу, а в пятницу я бы хотела с первой группе приходить, потому что просто по времени на работу хотела бы не успевать. Я думаю, что индивидуально такие ситуации, да, можно решиться, не странировать. Вот, Юлия, с ней важно будет эти вопросы обсуждать. То есть, допустим, если разума у вас не получается в какой-то момент подойти, можно с ней связаться и не написать и сказать, что... Не теряйте меня. Нас лучше трогать только по вопросам тренировок. Дело в том, что я выдаю вам абонемент, и на каждом абонементе указан день недели и слот времени, в который вы ходите, и он зафиксирован. Я один раз вам выдаю абонемент, потому что у меня ограниченное количество абонементов, соответственно, тому, сколько человек может быть допущено на дорожку. Я его вам выдаю, и он у вас один зафиксирован. Если ты будешь ходить в это время в пятницу, ты будешь только в это время в пятницу ходить. Они привязаны. Потому что я не смогу дать себе другой абонемент. Они привязаны ко времени. Мы также не можем родить детей старше, младше 18 лет. Да, у нас взрослая группа. У нас есть детство. Вот, видите, в процессе тонкости появляется человек, который у вас общается с бассейном, поэтому... А после, можно с вами получить абонемент в пятницу? Да, конечно. Можно, можно. Он у тебя будет до конца месяца точно. А если на следующем году ты будешь продолжать обучение и ввести обучение как минимум три месяца, потому что так у нас здесь абонементы, а в бассейне, я его возьму на три месяца. Не вот так. А с медицинской справкой что? Она нужна, обязательно. Ну, то есть, у него один раз нам попадает? Да, нет. Ну, то есть, у него один раз нам попадает? Да, нет. Носить, всегда с собой. Каждый раз. Всегда с собой. Андрей Ильич, он привязан, что мы начали вместе на счет трех месяцев. Ну, сейчас год заканчивается. А, чтобы я тоже не сказал, что мы ожидаем. Вопрос в плане тренировок. Раньше была возможность сходить в бассейн. Как бы я ходил. Сам факт главный, мне было неинтересно. Мне было интересно себя испытывать. Я не знаю о фрейденере, ничего. Я научился погружаться на выдохе, где-то минуты-две, Где-то глубина бассейна, наверное, 2 метра была. То есть, что можно достичь от ваших тренировок? Какой высший результат? Ты хочешь задержку увеличить? Ну, у меня нет. Прекорд задержки дыхания сейчас 11,5 минут. Нет, наверное. Ну, я тебе отвечаю. Чего ты хочешь? В бассейне только задержку можно увеличить, да? Нет, ну смотри, там же целый комплекс у тебя нагрузок идет. Мы учим тебя, если ты бэшка, я учу тебя устойчивости гипоксии. Первое, что я учу. То есть, ты повышаешь свои гипоксические права. Что это тебе даст? Это тебе даст первое, понятно, как следствие задержку. Дальше, как ты эту задержку применишь, это уже твое личное дело. Я тебе могу предложить эту задержку использовать еще более эффективно. Для тебя же самого. То есть, просто сам факт задержки дыхания. Сегодня мы как раз вспоминали моего друга индийского, который делает задержку 6 минут на сухую. А мокрая задержка, я тебе могу сказать, что раза в 1,5 дольше. Ну вот. И как бы смысла в этой задержке, в его случае, не было никакого. Это просто была такая амбиция, что я могу сделать задержку 6 минут. Если у тебя есть амбиция сделать задержку 6 минут в статике в бассейне, я могу взять за тебя и как бы подвести тебя к какому-то результату. Да, определенному. Это не вопрос. Это нормальная задача, это спортивный подход. Но я говорю о том, что как бы за этим есть больше, чем просто хумка на 6 минут. То есть, основная суть это будет увеличение задержки в бассейне? Если хочешь, да. Смотря какой-то стиль перед собой динамикой. Если там тебе интересно, динамику 200 метров проплыть на задержке дыхания. Окей, мы будем тренировать это. То есть, мое направление тренировок будет от меня зависеть? Ну, не совсем. Не совсем. Я скорее вижу твой потенциал и его реализую. Подскажи. Если я вижу, я просто, понимаешь, ты можешь хотеть все что угодно, все равно тебе подруливать в этой истории. Понимаешь? Я понимаю, что есть определенные тренировочные программы. Есть горки гипоксические. Есть определенная статическая работа. Есть работа в квадратных треугольниках, параноявных гортиках. Ну и так далее. В любом случае, ты как бы потешку программируешь тренировать. Я говорю лишь о том, что ты этот скилл, который прокачаешь, или ты твое личное дело как так дальше будешь использовать, я могу тебе в конце дать рекомендации. Ну или в процессе ты поймешь глаза. Я тебе могу сейчас сразу сказать, например, что ты невероятно рискуешь с баротравмой легких, делая задержку на выдохе в бассейне. Благо, что бассейн 2 метра, а не 6. А был бы 6, ты бы обжался уже. Если ты об этом узнал, то я тебе расскажу это на лекции. Обжим легких – это одна из наших предавецких баротравм, которые возникают. Потому что ты рискуешь как бы на неолярной ткани. Она наиболее хрупкая, как раз когда на выдохе. А когда на вдохе ты в безопасности. Ну а на вдохе ты не можешь повредиться. Как это? Бывает же. Расскажи мне, что это бывает. Бывает, что бывает. Приходи. У них будет о чем пообщаться. У меня ответили. Я хочу с надеждами учиться вместе с детками. Я хочу с детками. Я хочу с детками. Я хочу с детками. Спасибо вам с полотниками. С бортиками мы верим, что нам нужно везти. Это не к нам все. Так, ребята, хороший момент поднялся, который вы напустили, это противопоказание. Значит, обо всех травмах ваших, каких-то хронических заболеваний, чем-то в том, что вы хотели бы с нами поделиться, могли бы с нами поделиться, поделитесь, пожалуйста, это сделайте обязательно. У нас будет медицинская анкета, да, Юля? У нас будет медицинская анкета, будет медицинская анкета, которую вы каждые все обязательно заполните. И что я не рекомендую, это сильно приходить приболевшими на тренировке, это точно лучше вам пульсоверных не будет. Следить за своим давлением, за пульсом, за сердцем, да, то есть обязательно следите вообще за своим общим состоянием, просто отслеживайте его, потому что в любом случае последовательная нагрузка. Не кушать перед тренировкой. Ну, это не противопоказание, это скорее рекомендация. Рекомендации перед тренировкой не надо, рекомендации по питанию будут в металличке. По противопоказаниям это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с давлением, вегетососудистая дистанция, травмы черепно-мозговые, и любые свежие какие-то переломы, операции, ну что такое свежие, мы бы хотели об этом знать. Потому что это может быть напрямую на факт плавания не окажется, да не скажется, но это может сказаться на всю систему в целом. Вот. Ещё кто-то зачем-то куда-то собрался? А в детстве истане это то, что является предупоказанием, или это то, о чём вам нравится? Это то, о чём мы хотим знать. В любом случае, понимаете, у нас нету, пока нету, я думаю, что какое-то время это появится, но пока нам хватает времени и возможности примерно давать какие-то фактически индивидуальные вам тренировки. То есть в зале и я мы можем работать, пока вас ещё немного на дорожках, в таком полуиндивидуальном режиме. То есть не обобщаться. Группа А там, от забора и до обеда. Поэтому мы взаимодействуем лично, знаем всех вас, слава богу, пока по именам, кто с нами тренируется. Это хороший шанс получить качественную тренировку, качественный подход к каждому из вас. Поэтому, если вы этого хотите, давайте нам обратную связь, как вы себя чувствуете, что у вас там происходит. То есть это как работа тренера или студента. То есть это не спортивная школа в веках. Можно вопрос? Да. Наверное, не совсем относится к тренировке, просто про ныряли. Хотя дайли, они же, наверное, нас перейсут. Ныряли там, где хорошо видно? Не обязательно, но в целом, да, есть такое. То есть, просто, как говорится, в психологическом отношении, как и в окку бы нырять. Ну, и часто это бывает, что ныряют, когда вода мухная и ничего не видно. Бывает. Бывает очень быстро становится темно в такой воде. Ничего не видно. Это очень сильная психологическая работа. Очень мощная. Когда ты ныряешь в прозрачную воду, на которой нет термоклина, которая еще тепленькая, и тебе хорошо ныряется, видимость метров 25. А вот сегодня был комментарий потрясающий на семинаре. Две тусовки людей, которые ныряют в озерах. Вот. И одна говорит, а мы там-то ныряли, а мы там-то. И другие говорят, о, здорово, а у вас видимость аж полтора метра. И тут вот все мы, которые ныряют на морях, такие, полтора-двенадцать, мы уже начинаем гундеть, что, ой, двенадцать – плохая видимость. Знаешь, все привыкли до хаба в Греции, где-то 25. Ну, вот ты видишь, там, сколько вот хватает. Вот. А это очень серьезная психологическая работа, когда ты сразу визуальный ряд теряешь. Очень моментально просто. Ничего. Тук – и выключился. Скорее, это больше психологическая тренировка. Однозначно. Сто процентов. Сто процентов. Ну, мало того, что плотность воды другая, она пресная, плотность меньше. Там, как бы, определенно есть нюансы в тактике ныряния. Вот. Ну, плюс, это, конечно, психологическая работа. Мы в Индии ныряли, ныряющие все, и там такой взвесь планктона сразу ничего не видно. Идет, прям, два метра, хлопает, и ты, оказывается, просто так в кашу, в бульоне ныряешь, и не поминаешь, почему ты делаешь. Вот. Это сложно. То есть мы так смогли только через два-три часа себя привести в какую-то форму, чтобы начать нырять. До этого это какой-то баран был за плактами. И, соответственно, на сорока метрах уже темно становилось. Ну, просто ныряешь, уже темно. Часами процвечиваешь, и плакт. Вот. Вот. Поэтому да, это психология. То есть фридайвинг очень психологизированный вид спорта. Наверное, один из самых. И там настройка психологическая – это вот ключ вообще. То есть это твое расслабление, по сути. Это то, чему мы будем у вас учить. Учить расслабляться. В общем, кажется, что вы там можете расслабиться? Ну, может быть, нет. Ну, не расслабляйтесь вообще-то. Ну, не знаю. На своем опыте могу поделиться. Если раньше было сложно, надо достаточно быстро прийти в какое-то спокойное состояние, когда тебе что-то со стороны вводит из равновесия. А сейчас действительно есть такой навык. Он приобрелся после года тренировок, да. Ну, возможно, не раньше приобрелся, просто не обращал внимания. Когда ты можешь в любой момент просто там элементарно сделав несколько глубоких вдохов, сознание уже привести в какую-то более-менее спокойную точку. Даже в лагере у нас наш спортивный врач проводил аккураторский осмотр плановый. И там нужно было, ну, обычный тест, когда после нагрузки там замеряется пульс, замеряется давление. И я была одним из немногих людей, который после трех разных типов нагрузки смог свой пульс в течение минуты просто успокоить, бахнуть вниз, и я, ну, элементарно просто пришла в спокойное состояние. То есть это действительно еще такая серьезная работа над умением, чтобы расслабляться как физически, так и эмоционально, ментально. Мой пульс перед нырком составляет где-то примерно около 75-80 ударов, достаточно такой скрученный. Во время ныркау составляет примерно 30-45, а у моих наставников он опускается до 17. С точки зрения реаниматолога люди в клинической смерти находятся. При этом они полностью понимают, что происходит совершенно как их действие. Потому что мыть, вынырнуть, разогнать пульс обратно. То есть это очень глубинный контроль себя на уровне физиологии. А как я уже говорил, физиология очень тесно связана с психо-национальным состоянием. То есть в состоянии взвинченности, напряжения и стресса, на каком нырке, скольжении или расслаблении речи не может, априори, невозможно. Поэтому мы как раз техники комбинации плавания, скольжения, ныряния, йоги, мы приводим вас к определенному результату. То есть, пожалуйста, а на сколько вы ныряете, а на сколько вы ныряете? 44. Это мало. Это инструкторские минимумы. 44. Мои наставники ныряли за 120. И ныряют, и ныряют. На задержке? На задержке. 120. Я слышал 70 рекордов. 132,6 рекордов они засчитали из-за того, что там что-то как-то игрек криво повесили, и он человек 132 показал. Чемпионативы на последний. 39? Гильев, да? Да, он задержке являлся 129, а оказался 139. Да, 139, значит, рекорд. Есть к чему стремиться? Ну, не обязательно к этому стремиться, на самом деле нельзя. 139 метров являет Супермена. Ну, правильно, поверьте. Это как бы не про нас с вами. Но задача как они это делают? Вот это интересно. Честно, что это происходит с ними, а что это у меня? С точки зрения чего? С точки зрения внутреннего состояния. Я думаю, что там альфа, в этот ритм, вообще находится просто до нуля. Полно. Это станет глубочайшей милитацией. Я думаю, что они с точки зрения меня как йога, для меня они были с кексоматами. Эти люди. Потому что там как бы отсутствует полностью фактически жизнедеятельность в виде пульса, да, как мы уже это поняли. И полностью погашены вся активность электрическая головного мозга. То есть они... Ну, есть такой... Есть хорошая фраза моего наставника. Одного из моих наставников в эфидайлинге. Он говорит, что ныряет личность, а дна достигает сущность. Потому что личность достичь дна не может. В определении того, что личность это концепция, а сущность это суть. Поэтому вернуть на 100 метров в концепции личности невозможно. Вот так. Они как-то осознанно? Ну, так... Кыша от себя? Или тело просто сможет активиться на себе? Это тренировки. Ну, как медитация. Тренируешься там 12 лет, чтобы достичь состояния. Сидишь каждый день, пограешься там. Тренируешь свое сознание. То же самое, только в бассейне и на море. Это параллельные истории. Некоторые любят их пересекать. Я вот не любитель одно на другое наслаивать. Но это параллельные истории. Два пути, когда мы там работаем. Можно на чемпионате мира выступать, рекорды ставить? Пожалуйста. То есть, если есть, то параллельные истории. То есть, набираешь спортивную карьеру как бы. Еще? Вопрос. Возможно, у вас есть какие-то организационные вопросы, на которые я могу ответить? В бассейне рекомендую приходить чуть-чуть за нами. Да, вот я хотел бы сказать. Прыжковый сектор находится отдельно от плавательного. Я вам каждому спрошу, как пойти, как дойти. И в чате это будет. Ну, все добьется. То есть, обход отдельно? У вас будут занятия по понедельникам в плавательной бане. Она напротив зала «Север», который также является входом в Олимпийский зал, где занимается сектор. Он находится непопредственно рядом с основным зданием Олимпийского. А прыжковый сектор, он находится немножко с другой стороны. Вы обходите бассейн. Я вам скину карту. Там есть тоже указание прыжкового и бассейн. Угу. У нас будет один вообще чат или много сделать? Я думала сделать новый, если у нас все продолжают обучение. В общем, у вас будет чат, да. Вам будет вся правильная информация. Вы посадите обучение. Что нужно вообще? Я просто вас уже говорил. Я подал. Из оборудования. Я повторюсь. Шапочка, очки либо маска. Какую маску мы вам отдельно набежем в чате. Я скину с вас. Ласты с закрытой пяткой. Любые. Вот. И досочку. И кубышку между ног, которая вставляется. Вот такой маленький кубик специально для плавания. Ну такой, как косточка. А затычки для ушей? А вот эти антикеры медицинские исследования, да? Это все. Я вам сейчас раздам. А сейчас. Лекция закончится. Вы их заполните и вынесете с собой. Сначала у ребят будет все очень, поверьте, прозаично. Дорожка, доска. И наша задача будет вас как бы не укачать, как это делают в спортшколах и на секциях, да? Чтобы вы просто плавали и непонятно еще зачем вы туда пришли, а просто вы начали отмечать удовольствие. Потому что очень важный момент тренировочного процесса, как опять же говорят наши учителя, это купались. Кроме того, вы еще не купались. Это правильно. Это тоже должно быть. Кроме всех результатов, техник и всего остального. Человек должен быть фан. Если фана нет, ничего не будет. Сколько вам в голову супер полезной информации, невероятно актуальной, научной, не вложен. Если у вас не будет фана, это все нормально. Если вопросов нету больше, тогда мы сейчас запомним все необходимые анкеты и ждем вас в среду. И ждем вас в нашем чате. Мы с вами тоже в этом чате. Всем удобно общаться в контакте. Всем, да? Окей. А еще один вопрос. Сколько у нас будет занятий в месяц в итоге? Три раза в неделю. Ну, то есть мы начнем эту неделю, мы же начинаем в начале понедельника. Смотри, сейчас декабрь или нварь, это по переходу не месяц. Надо по расписанию бассейна смотреть. Да, потому что у них там есть соревнования. Соревнования еще чуть-чуть. Нет, товарищи, в целом неделю начинают ориентировать по расписанию всегда. Юль, ты с ориентируешь по партию бассейна на декабрь? На декабрь мы сходим от 7 до 23, а потом у них начинается елка. Когда мы в январе в начале? Да, в январе мы начинаем с 11. У вас как раз в апреле получает факт, что в понедельник, это понедельник, мы не пропускаем. С 11 в понедельник? Да, да, да. А вы имеете в виду? Я не могу сказать. Да, да, да. А вы имеете в виду? Да, да, да. У меня вопрос. У меня столица не готова. Может, фиксатор не меняет? Хронический? Да. Может, я подъеду. Не, не подъеду. Ну, если я у вас сутки занимаюсь, то я у вас с фиксатором. Вы можете поставить щепотечку по стен, сейчас? Ну, я просто знаю, сейчас, например, я... Е, е, е. В каком чате это вообще? Да, теперь прям и заниматься. В каком? А, вы создадите, да? Ага, да я просто... Понятно? Если ты складаешь определенное уменьшение лимитации, ты теряешь 20-50% венцев, поэтому на колено нагрузки тоже меньше. Аккуратнее за разминкой. Разминка будет на гонтике без шлепок, но можно шлепки неудобно. Как вы строите занятия? Будет разминка? Занятия строятся из двух частей. Первая это разминка на гонтике 15-20 минут. Занятия начинаем в 19.30, а время подделано в 19.45. Поэтому в эти 15-20 минут мы работаем на разминке дыхательной династики. Немножко йоги, совсем базовая разминочка. Немножко задерживаются для того, чтобы у вас альвеолог включили, заработали, альвеолярную ткань. Пошла кровь у вас, кислородка, корей, и дальше в бассейн. Спасибо. И в конце у нас обычно 5-10 минут разбор полета. Ну то есть буквально, ты молодец, ты молодец, ты тоже молодец. Очень важная часть. Потому что все молодцы. А там в прошлом сезоне сколько? 5-7. Ну 6 там, за этот 6 компьютеров 5-7. А я случайно сюда попал? Узнать по стоимости? Только ко мне. А? А? Я уже только ко мне. Веста ещё есть. В... Еще три места. В первой группе, да, есть... Три места. И есть места во второй группе. Так что если поторопиться можно успеть. Пока вы здесь уже пишите. Пишете? Да. А вот эта ваша функция, она фиксирована на все месяцы, Сейчас пока ничего нет, может, к весне что-то, но пока нет. У нас уже три дорожки, на дорожку допущено 8 человек, поэтому группов у нас, с учетом тренера, который тоже находится на воде периодически, у нас 23 человека. Если она расстраивает занятия, то у нас будет в пятницу на следующей неделе и не смотрит. Ну то есть ничего страшного, у нас нет такого понятия, как ты пропустила и все. То есть я говорил об этом, то есть я смотрю на тебя индивидуально. То есть у нас нет того, что ты пропустила занятие, пропустил кусок материала, нет. Такого нет. Ты получаешь занятия относительно себя, а не относительно среднёй, группа А. Нет. То есть ты ничего не пропустишь, но понятно, что финансово это твоя ответственность. Мы должны быть включительно, да? Да, включение 23. У нас будет включаться. Человеки-то вопросов, пожалуйста, не оказывайте. Вам нужно выходить регистратуру, брать номерок для раздевалки и, пожалуйста, возвращайте его всегда. До свидания.